Шушары Сам поселок Шушары расположен в непосредственной близости от Петербурга. Рядом проходит кольцевая автодорога и московское шоссе. Однако прямых выездов на эти магистрали из Шушар нет. А вот на светофоре на въезде в поселок Светевского проспекта на Пушкинскую улицу нередко скапливаются пробки. Отчасти проблему мог бы решить давно строящийся надземный пешеходный переход. Завершение строительства надземного пешеходного перехода над Витебским проспектом в районе железнодорожной станции Шушары позволило бы убрать светофор и упразднить обычный пешеходный переход, что значительно облегчило бы выезд автомобилистам по Витебскому проспекту. Строить переход начали еще в 2012 году. Однако до сих пор по обе стороны Витебского проспекта высятся недостроенные башни перехода. Как пояснили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры, компания-подрядчик должна была завершить работы по возведению объекта до 20 декабря 2014 года. Однако сроки были нарушены и контракт с застройщиком расторгнут. Таким образом, как подчеркнули в КРТИ, завершение строительства перехода будет зависеть от заключения контракта с новым подрядчиком и от того, как быстро он сможет приступить к работе. В более отдаленных частях Шушар, например, поселке Ленсоветовский, который застраивается не менее интенсивно, транспортная проблема стоит еще более остро. Выезд из Ленсоветовского можно осуществить лишь на Московское шоссе. Сегодня на части этого шоссе идет реконструкция, включающая в себя возведение развязки на пересечении с Колпинским шоссе. Она представляет собой два разворотных путепровода, которые позволят разделить потоки на пересечении Московского шоссе и отрегулировать повороты на Пушкино-Колпино. Это позволит упразднить светофоры на части Московского шоссе, а также увеличить его пропускную способность на данном участке. Кроме того, само шоссе должно быть расширено до трех полос. Несколько улучшить транспортную ситуацию в муниципальном образовании шушары могла быть транспортная развязка на пересечении Московского и Колпинского шоссе. Ее возведение уже ведется порядка двух лет. Однако сегодня мы видим, что особой активности на стройплощадке нет. И успеют ли строители завершить ее в срок, не очень ясно. Социальная значимость этой развязки чрезвычайно высока. Жители шушар, измученные транспортной блокадой, уже выходят на митинги с требованием остановить массовую застройку территории, не обеспеченную необходимой инфраструктурой, в том числе дорожной. Недавно стройплощадку развязки на пересечении Московского и Колпинского шоссе посетил вице-губернатор Петербурга Марат Аганесян. Этот объект давно востребован жителями Колпинского и Пушкинского районов. Светофорный пост не справляется с потоком транспорта. Здесь постоянно образуются пробки, происходят ДТП. Как только горожане увидели недостаточную активность строителей и замедление темпов работ, стали выходить на митинги с требованием возобновить строительство. Это нетипичная ситуация для Петербурга и явное свидетельство того, что работы на объекте должны быть завершены в максимально сжатые сроки. Однако часть работ уже сделана. Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в настоящий момент генеральный подрядчик выполнил на 70% комплекс земельных и дорожных работ. Уже практически полностью закончено переустройство инженерных сетей. Ведутся работы по возведению подпорных стен одного из путепроводов и укладка плит проезжей части. Завершить работы и ввести развязку в эксплуатацию планируется в конце 2015 года. А вот реконструкция московского шоссе с увеличением полос для движения пока не запланирована. Территория Шушар остается очень привлекательной для девелоперов, которые не оставляют попытки построить здесь еще больше жилья. Правда, чиновники уже отказывают выдачи необходимой для строительства документации. Видимо, до тех пор, пока не найдется оптимальное решение назревших социальных и транспортных проблем. Екатерина Семченко, Андрей Любик и Дмитрий Маклаков. БНТВ.